всем огромный привет в эфире бани в рубрика best replace там где-то за кадром режиссер наших трансляций аспирант у нас на очереди 60 выпуск чему мы несказанно рады ну как бы юбилейный 60 лет человек выходит на пенсию или не знаю сколько в общем дата круглая и нас уже поздравляют с юбилеем у нас уже появились первые подписчики на busty.ту мы благодарим сердечно за доверие нашей рубрики натан украшу игра фуди они подписались и оформили себе членство второго уровня напоминаем что спонсоры получают новый ролик на пять дней раньше официального релиза и смогут увидеть выпуск ну соответственно раньше остальных или на то благодарим за 1 2 3 рубля через donation alert спасибо большое всем ребят за поддержку не забывайте подписываться на наш бусте регистрируйтесь забегайте в наш дискорд там у нас много всего интересного общения новые ролики можно предложить в целом поучаствовать голосованиях и как-то поддерживать жизнь нашей группы группа также есть в к не только в дискорде там у вас тоже ждем делитесь этим видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки но мы вас проклянем при помощи целой гильдии магов и все погнали салют всем любителям варкрафта с вами бонич и рубрика best replace мы будем смотреть сейчас ой какой-то юбилейный выпуск под каким-то страшным номером столько не живут и это будет игра на карте терина стенд это одна из самых легендарных и культовых игр в варкрафте которые знают и помнят все ценители и гурманы поединок между корейским хуманом шо в бу короче говоря против немецкого унгеда хлорда в общем вы знаете хлорка против шагу это прям такая типичная битва домохозяек или уборщиц где-нибудь в учреждении в каком-нибудь не знаю сервисном центре госуслуг в общем посмотрим это 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 просто это просто топчик это просто best of the best а если вы не видели эту игру вы вообще не знаете варкрафта но давайте начнем по порядку игра какого-то дремучего 1736 года как раз вот перед нападением наполеона на россию да я демонстрирую глубочайшие познания в истории слева у нас за респавнился хьюман он же кореец справа он же немец он же андет гуля с пизан там пошли обменяться любезностями провести небольшой versus battle перед основным столкновением вот они встретились читанули рэпчик и побежали дальше по своим делам записывать новые треки и альбомы здесь ранняя вышка через две фермы а то швбу и гуля и гуля и гуля это какое-то татарское имя давайте так и называть это так татарка и гуля пришла ну страшная конечно злая страшная поэтому и агрессивная наверное какому-то мужику же напинала почем зря тут мертвый рыцарь здесь полумертвый дед все как обычно хуман бежит крепить все начинается все как обычно до хуман бежит крепить оранжевую и зеленую точке наверху это еще тот самый 11 кстати да провоцирует крипа наложить на него лс под лсом дамажит еще двух крипов и собственного элементаля а знаете почему потому что элементарь электризуется от лайтинг шелда и гасит током всех кто вокруг вообще не стоит оголенные провода погружать в воду это известно еще из школьных курсов физики воду только что убили я не спрашивайте как кинул соплей своей традиционной он же койл мужик мертвый мужик на лошади тут рюкзак исследуется насколько я понял это просто прекрасно злая татарка игуля сможет принести ухты сразу целый выводок татарок пошел судя по всему какой-то религиозный праздник начинается куда-то отправились наверх помогать но на самом деле принести еще палку скелетов захарасить хумана до смерти не дать архимагу получить 3 лево вот святая и базовая задача каждого ун-деда нашли скелета слабое звено игули остановились где-то в лесу а ждут четвертую игулю вот там видимо рынок у них они купили себе чак-чак в дороге проголодается бежать не близко я хотел сказать что это тот самый еще каноничный терина стенд который мы привыкли видеть в течение долгих эпох варкрафта тот где лагеря наемников находятся по центру карты там где по другим центром карты ну слева сверху и снизу стоят магазины там где клён шумит над речной волной в общем старый добрый уютный теринас наслаждайтесь друзья просто наслаждайтесь этими видами этими респами сейчас такого уже в варкрафте не увидишь щебу пошел ставить экспант причем только силами своих рабочих и крестьян а футмены здесь разбираются с гулями дамажит дыху дыху ну пускай дыху нормально ничего страшного у нас в прошлом выпуске вообще было что-то непонятное в качестве героя так что почему бы деке не побыть немного дыхой что-то знает об этой игре xlord что-то он чувствует вообще это когда странное смутное подозрение закралось в сердце мертвого мужика на лошади он вместе с игулями со всем своим гаремом отправился проверять да и проверка выяснила контрольная закупка выяснила что сырки дружба были просроченные игули окружают деда одет вот бы мне такой спел вот мне такое такое умение представляете когда на вас жена набрасывается с очередными претензиями правда у меня уже нет жены но тем не менее я помню еще по прошлой жизни а вы так раз и вы вниз и жена такого где он что и забывает права с мгновенно было бы классно помогло бы во многих случаях можно в женскую баню пробраться можно в общественном транспорте не платить за проезд много плюсов игули все красные убежали у них начались критические дни ну а те у кого они не начались продолжают здесь муштровать хьюманский экспант несмотря на палку которую игули принесли мертвому мужику на лошади скелеты закончились постепенно и целый выводок футменов все таки отбил экспант правда конечно андет сильно затормозил строительство естественно нычка уж будет гораздо позже чем было запланировано по тех заданию в общем это как строительство зенит арену в свое время или олимпийских объектов сочи получилось гораздо дороже чем по протоколу и намного позже но зато наше родное так наведался в гости к трем ученикам мужик на костяной лошади хочет получить знания магические а то что ему сопли все время кидать надо кидать сопли посильнее вот great на тыр 2 тыр 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 2 это вообще любимое слово понти если кто-то знает эту стримершу обожает она тыр 2 тыр 3 и вообще все что тырится воды стало больше элементаре стали пожирнее хороший напор у дедов для его то лет обзавидуешься неплохо я думаю что у меня в таком возрасте будет очень тонкая струйка уже а тут нормально он устраивает золотой дождь андеду ну в общем у хумана нычка строится и соответственно сейчас на самом деле я думаю что легкая ну позвольте мне позвольте мне привести свою безупречную аналитику экспертность свою проявить у хумана сейчас преимущество то есть да и только что что он дэда а теперь говорю что у хумана но это чтобы меня не поймали понимаете на некомпетентности кто-то скажет а ты же сказал хума игры нету андедов а ты же говорил он да нету что у хумана но я думаю что поскольку хуман не прохарасил андеда и очень много футменов андед смог спокойненько здесь встретить хумана на базе то а соответственно строительство экспанта было значительно отложено то у хумана будут сбиты тайминги даут у него до сих пор тир тыр конечно тыр 1 3 пизан так курят просто смотрят на ратушу любуются да 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 я узнаю чиновников из мин строительства пятеро работают шестеро смотрят все так и есть все очень по олимпийские объекты продолжают возводиться кое-как все-таки видимо получили новый транш из федерального бюджета половину разворовали поэтому больше должно было быть 16 к этому моменту но их всего 4 гарга это против дириж-дириж-бомбеля для того чтобы не было харасса ненадолго гарга чуть не рассчитала свои силы но и дириж-бомбель рухнул тоже от кого от тп красиво молодец на 20 хп нажал даже на 18 это корейская микро как говорят корейцы френзи гулям ну то есть у андеда по идее вообще все в порядке у него уже тир-3 у него делаются грейды он естественно ждет своего лимита то есть это будет победа в одну атаку так думает икс лорд о какой царский лс царский лс правда наложил маг чародееву поздноватор если бы накладывал пораньше там то все было бы намного лучше на тайм-кут пургенчику выпить что ли да чтобы накладывал почаще и побыстрее дириж-бомбель летит вот он это полный порядок а это будет такая тайминговая атака поскольку его не особо харасили ну а хуман сих пор сидит на тир-1 и шлепает таверки соответственно андеду бы добавить катапульт было бы очень неплохо гули с френзи футменов буквально разберут на латы и гайки за считанные секунды правда гулей не так много я вот наблюдаю четверых игули на вышке не поломишься но вот здесь да здесь без тележек никак но что финдов уже строить поздно да и денег на всех не хватит а вот пару телег добавить было бы очень хорошо ну и дальше классические андетские разводки нова в крестьян койл в рабочих там пиу-пиу куски мяса летят направо и налево прям как мясном павильоне на центральном рынке вот ну или момент когда женщина выщипывать себе брови тоже куски мяса направо налево летят очень разные бывают случаи криппинг 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 батюшка криппинг батюшка харас дядюшка все нормально дед уже четвертый мы так его и будем назвать николай четвертый дириж бомбель залет боец видели подробника купил молодец что-то соображает в этой игре шофбу еще одного подрывника купил так это будет отвлекающий маневр слушайте но если у него прокатит зиккуратами то шансы у хумана резко прибавится так так подрывники видим не видим не видим не понимаем один зиккурат рванули и второй подрывник ну там тоже что-то росло на том месте ну что успешная атака не не увидел что возможно второй зиккурат вот это было хорошо от корейца вот это было здорово причем не стал достраивать вторую гаргу икс лорд чтобы по-прежнему контролить дирижабли а зря ну и дела у хумана резко пошли в гору у него появилось время нажать тир-2 вышек выше крыши вышек столько что любой архипелаг гулаг позавидовал бы если честно не хватает только вертухаев с автоматами но к сожалению в этой игре в альянса нет автоматов так что это за диверсионный отряд у нас отправился то за диссиденты куда они пошли я не верю что ставить второй экспант андет понимает что тайминговая атака мягко говоря уже не получится с отменой это двух зиккуратов он решает ответить чем берлену симметрично то есть поставить свой экспант как же боится как же он боится там вышек больше чем чем у него юнитов уже жирная гарга летает откормившаяся не знаю на ком на на белках местных летает за дирижаблем гуля разведчица успела только что-то вякнуть перед смертью не донесет она информацию до своих к сожалению тут моя но ты готовится крут что еще один город вот затейник этот кореец вот затейник ё-моё слушайте но на этой карте больше нычек нет поэтому андеда можно надеяться что хотя бы с 20 нычек его не буду убивать но мы видим эти грейды мы видим это количество вышек и мы уже конечно же все опытные игроки у которых за плечами хотя бы несколько игр в ладере уже все понимают это будут танки ну потому что ведь играть на 30 на 30 идет мастерские строится армия не строится выше полной соответственно конечно же будут харассить танками мне уже жалко андеда если честно я уже все понимаю ничем хорошим для него это не закончится как будь андеду в этой ситуации ну вообще если бы карта была побольше то ставить нычки да и клепать катапульты и если бы андед был эльфом то я бы сказал строить аовы и нанимать талоном а что делать что делать он деду я не знаю но без кат вообще никак здесь без кат не будет переката единственная хорошая новость для хлорда заключается в том что больше точек для криппинга на карте нет и поэтому матки кажется пол игры будет бегать девственникам несмышленым с маленьким болтиком таким найти на сантиметров 12 такой маткинг куколт будет шляться по карте ну потому что последние точки отъедает андед и и уже становится очевидно что качаться мод кингу будет ненаком здесь уже нычка с тремя зигуратами это отлично я бы еще мейн поставил ну так чтобы ой атака в панду ё-моё панда это против танков конечно в те времена панды были очень сильны их было много они ели какой-то особый вид ядреного эвкалипта и не рыгали так что сдувал огнем половину половину фауны местной так что панда это норм как ответ на танки лишь отличную но выпустил кто пустил новый лишь пустил но но маунтин кинга успели ставнуть вот собственно но для панда у меня такие же новости примерно как и для мк тревожные то что качаться негде эвкалипт в сосновых рощах не растет или чем там жрут алоэ там бамбук эвкалипт едят кажется коалы до панды жрут бамбук но бамбуковых деревьев и здесь не вижу то есть 2 гуля тоже заверещал от ужаса увидев еще 100 триллиардов башен какой-то мордор блин они база хумана вертолета на разведку но самое главное да вот еще бабашин много не бывает согласен шоу в бу молодец такое ощущение что у него есть госзаказ на строительство башен и их должно быть не меньше 1000 на карте может быть он в tower defense хочет поиграть а что уже похоже андетские войска будут течь волнами а башни их отстреливать так мужик с молотком появился он же утр он же паладин он же бесполезный кусок он же мертвый дк для андета если этот бесполезный кусок где-то найдет экспы вот два вроде как половозрелых взрослых мужика среднего возраста паладин и маутен кинг да но оба девственники на этой карте и видимо ими долго еще останутся в общем нас ждет нас ждет друзья крысиная игра крысиные гонки где хуман будет травить буквально травить это даже не харассмент это какая-то доминация будет отравить андета танками насылать целые танковые дивизии которым сейчас вот грейды делают все отлично а андет что будет делать я не знаю если честно потому что я не представляю какая черная магия какая эзотерическая наука может противопоставить себя обычному т-34 даже весь выводок экстрасенсов с канала тнт если собрать их всех вместе и жахнут по ним станк блин то хорошая мысль ну в общем даже все экстрасенсы канала тнт ничего не могут сделать с обычным железным бронированным конем а у где-то конь необычный мясной но тот самый который часто приходит в гости к майкеру на стримах по варкрафту до мясной конь драка с водой такой бывает только в варкрафте ну такое бывает только в варкрафте еще иногда в сибирских и дальневосточных городах во время разлива рек что-то все он это горит горит и кружится планета но это только начало это только начало проблем как мы видим хуман вообще не строит армию то есть там несколько вертолетов два грейда на атаку это на случае если андет сделает какой-то воздух не знаю я не знаю зачем эти вертолеты вообще нужны учиться для разведки развесить по карте у меня другой вопрос а что делать андету вот серьезно у него конечно работает он кстати слушайте но моя внимательность снова не знает никаких границ и пределов я в этого конечно не увидели но я вам сообщу друзья дед поставил еще одну нычку прям под носом ушел в бу нет кстати у андета ни хрена леса у хумана тоже время заказывать лесорубов не смотри там три грифона три грифона откуда лимиту из лесу вести ма я не знаю зачем я три грифон ну ладно возможно он сварит из них сварит из них шулюм потому что грифон это крылатые бараны по сути по какой сути я не знаю даже не спрашивать просто сделает из них рагу закончился мэйн остается два на но у хумана денег конечно как у дурака мохорки он успеет этих танков на целую дивизию наштамповать давайте думать как андету отвечать на танки ну потому что героями их не убьешь панда не раскачанная соответственно нужны у меня только один ответ нужны катапульты друзья нужны катапульты и очень хороший мап контроль нужен персональный став на не раскаченную панду нужен персональный став на лича который будет танком резать армор ну может быть может быть имеется мысль восстанавливать танки гулями я помню легендарную игру тода против люцифера на lost temple где люцифер играл через первого дредлорда и тот поставил нычки по всей карте вышек наштамповал но люцифер прекрасно ответил он но у него просто были бы была пачка гули из френзи а бомы тоже свои 18 нычек везде по катапульте и просто гулями сгрызал танки вот наверное так и отвечать но тут гулями особо танки не погрызешь все-таки здесь целая стая грифонов трется рядышком все выжили все выжили пала пережил новую настафи архимаг как обычно к стану телепорт но проблема в том что минус нычка господи это какой-то фуфа это страшный сон майкера ну да к вам вот так вот прилетает цвет вы спросили зачем грифоны я так понимаю что для отвлекающего маневра пока андет сражается с грифонами танки в этот в этот момент просто развоплощают экспант шесть танков от катапульта не познали вообще-то 2 подъехала ну вообще-то эти катапульты уже должны были стоять на нычке причем по парочке и встречать танки сразу а так-то да уже хорошо отдохнула панда 4 кстати ну вот четвертая панда тоже неплохой ответ на танки где на 4 получил когда успел даже не спрашивает видимо купила на распродаже где-то ресурсов андета пока есть и у него 79 лимита конечно из лимита 80 выходить не хочется но мне кажется что ой там 4 катапульты андет просто бросая только этого не видел конечно против катапульта отлично работают грифоны но тут есть финды господи хлор то в это время смотрите что сделал он отбил первую танковую волну он штампанул финдов для того чтобы грифонов в сетке переловить и катапульты которые кстати по грифонам все таки тоже неплохо долбят опа и здесь конечно без финдов ой без без коней не обойтись как сказал боярский когда получил задание отвести под подвески королевы ну или как сказал боярский как болельщик зенита когда у него спросили кого бы он хотел обоссать ё-моё так моя оценка позиции меняется на глазах ушел будто все плохо то все хорошо сейчас ушел бы снова все плохо друзья да вот такой я аналитик ну просто 4 кат и есть финды то есть грифонов откатить проблемы не так как сейчас вышел так вот бивать маншер один конь ну конь это вообще не огонь видите новой никакой грифон вообще не долетят до катапульта же финды и нужны а тут три вышки но шабу отвечают на это бодрым и оптимистичным строительством светлого будущего в виде четвертой базы а почему бы и нет но гули не согласны давите здесь видимо идет идет межевые раздоры андей считает что это его земля поскольку в общем тут раньше росло его строение а хуман полагает что она была поставлена не санкционирована без должных документов без разрешений ну потому что это земля по праву принадлежит ему это соседний экспант с его мэйном да и как-то танки потеряли весь свой былой лоск так ну видит вообще так понял что у x-lord планы наверное просто отутюжить экспант потом перейти на мэйн и в общем дальше как-то продолжать брить последовательно в одну атаку не распричивая войсках но почему стоят шесть танков и никого не ничего не делают почему нет разводов почему они не заезжают не залетают никуда я этого понять к сожалению не в силах танки просто стоят и смотрят возможно в так в каждом танке сидит уже по одной гуле и я только так могу объяснить господи там панда просто унижает грифонов минус не грифона грифона минус не в сетке минус так ну насколько я понял с экспантом ушел бы тоже все то есть x-lord действительно нашелся чем ответить на грифона танки и теперь у x-lord а он продолжает штамповать танки бесполезные шесть танков мало считает x-lord шагу ну те шесть танков которые посмотрели на расстрел их должно быть больше это я понял шагу думать что это парад на красной площади и просто зрителей должно быть больше это резонно но сейчас вокруг базы уничтожаем и будет ездить у все мою анвидирующий делать новое дыхание да не все пизанты доживут до победы танк поехали но как им проехать их вот катапульты здесь блочат о может быть кореец просто забыл что у него из танки так минус ката сходу нужно отводить каты ё-моё отводи ты каты да что ж такое-то господи твои каты расстрелял один странный грифон и рыцарь ё-моё ну x-lord можно было дириж бомбель купить до для катапульт поконтролить немножко ну ну что такое-то минус 4 кота на ровном месте отдал его лимита миллиард вообще кое новое дыхание паладин даже лечить не стал говорить здесь медицина бессильно наконец-то танки поехали отвлекать мы вспомнили что они у нас есть правда тут панда господи что она делает с ними но всех не перебьешь и строишь своим магическим дэмэджом вообще бесполезные кусманы против танков танки с тремя грейдами напоминаю у них грейды 3-3 об этом не сомневаюсь у x-lord а нет денег ой 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 это проблема друзья это последняя добыча ну да вот в чем была задумка шоу бун понял что у x-lord всего лишь одна работающая нычка и уничтожаешь easy win но последний господи как джонни защищает он защищает ее как малахов баскова на пусть говорят до последнего посмотрите отстоял да у x-lord а по сути ну считайте что это нычка это последнее здание вообще на карты если он его потеряет то это gg значит а лучше в бур работает 3x 2 3 2 3 2 2 3 где-то вот так вот экспадов примерно мисс ватика мне считали здесь перри перебор по золототаскателям ё-моё так ну моя блистательная аналитика снова приходит к выводу что у андэда все плохо но потому что он привязан сейчас по сути к нычке хумана и работает экономика но у андэда тоже правда работает экономика но второго такого залета от танков он просто не переживет правда хумана нет героев сейчас и андет бросается ну там танки да вот они и вот судя по всему сейчас наступит момент который сделал эту демку легендарной не сейчас но вы уже понимаете предтечу гоблинские зиппилины зиппи пилины это авиаудары танками это этажу это жутко вообще это фашистам даже не снилось такое то есть бомбардировка не снарядами а танками ушав был правильно резонно заключен что бегать по земле это не для благородных лордов пускай нас таскают крылатые летуны и два танка начинают насиловать там видите экстра колиты экстра бабки с работки конечно только у нас умели рассеченным есть но и вот и ушел уксор тоже есть экстра бабки которые всячески пытаются очинить было бы здесь три танка игра бы уже закончилась то есть два дирижабля прилетели бы и а нет дух хватает тоже ну все у икс лорда 50 голды а ну и я так понимаю что с этого момента немец обречен по сути потому что дальше у хуман будет делать новые танки посылать их на базу и развоплощать строение андеда в то время как андеду которого догрызают последнюю катапульту два бравых ланселота на жирных лошадях в то время вот видите андеду ничего нечем пробивать базы хумана эти вышки то есть финдами их уже не пробреешь нужны кат и кат и строить не на что ггвп пишем допиши уже но не эта сцена не эта сцена сделала серии play культовым достоянием современности нет 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 главные моменты вы увидите дальше я надеюсь конечно в общем на шахматном языке это называется патовая ситуация на русском языке это называется просто полный п полный пушной зверек потому что ну как бы все x-lord конечно может строить околитов в ряд но он может строить их углом может их гуськом пускать друг за другом но это никак ему не поможет знаете почему потому что танки не будут ехать они будут сбрасываться сверху два дирижабля мы видим уже ушел бы четыре танка все пока математически точно панда в атаке медведи маньяки на острие атаки тут еще четыре танка да 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 шов был планируют издеваться у него 73 лимита 62 x-lord а но как бы какое то уже имеет значение сколько лимита у x-lord а если сейчас на его базу я бы даже на месте на месте шоу бу окончательно бы поглумился мадам дедом убив своих героев освободив лимит и на все полимеры наштамповав железных коней ё-моё такая вереница там 4 тут 6 10 танков вижу сразу сходу два еще подъезжают кажется если это танки конечно кстати все это видит x-lord побежал вниз встречать дорогие гостей тут какой-то вялых а раз от двух заболевших проказой петухов и что это 22 разжиревших тетерева но это это все это все не серьезно никакая магия против танков не поможет и вот они полетели друзья два дирижабля это только разминка шоу шоу бу разминать здесь x-lord финтов закапывает тому колитов строим вводит ну подходи у меня железная немецкая дисциплина ну корейцам поплевать вообще на это все они просто вот все что у них прекрасно развитого корейцев это контроль и все больше ничего не надо значит дирижабли полетали полетали поняли что оценили оперативную обстановку доложили поправили карты штабные и сейчас сейчас будет планироваться атака еще танки поддержать еще дирижабли нанимаются это будет страшное душераздирающие зрелище друзья это то из-за чего демка стала одной из самых прикольных я не изданий подобрать но одно из самых зрелищных возможно да потому что это была не любительская игра где-нибудь в ладдере да понятно что в ладдерке мы все так умеем и у всех были какие-нибудь психоделические игры но это ведь это какой-то клан ворта вот стрель вообще-то это клан бет против кланов против планду против плана клан бет против клана иска вообще-то сражается это серьезный турнир центральные центральная командная лига варкрафта тех времен и все сейчас сидят из клана иска и к обкусывают себе локи на ногах и ногти на локтях потому что понимаешь что сейчас будет просто и форменное измывательство даже вот стрел а им антон до антон тоже играл то знаменитые вообще знамита это вообще знаете это организатор под стрел вы не знали что вот стрел организовал когда-то именно антон спасибо антону большое за это все значит здесь у нас пауза друзья на этом моменте которая затянется на пять минут потому что шоу бу будет готовить свой издевательский вояж танков он больше ничего не строит я говорю я бы на месте убил героев убил бы собственных night of но чтоб уже просто поиздеваться надо посмотреть сколько у него золота осталось в экспеншенах насколько понял две нычки работают а на одной ничего не шевелится в общем в течение этого времени шоу в бю будет все что он будет делать это покупать самолеты да он почувствует себя классическим российским чиновником он будет просто покупать себя самолеты 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 и в них угонять в офшоры произведенные на военпроме танки вот самолет для себя самолет для жены самолет для любовницы самолет для любовника любовницы самолет для жены любовника любовница любовника все все купил все детям тоже отдельный самолетик с игрушками и подгузниками вот идет скупка недвижимости и движимости тоже а сам там потихонечку черта машина лотками он крепит там мордоков от все не интересно интересно будет конечно финальная атака я конечно очень жалею что в этот момент мы не увидим лицо икс лорда наверное это пожалуй было бы самое ценное что есть в этом реплее потому что такого ощущения ни один немец не испытывал где-то ну сорок четвертого года никогда бедолага икс лорд сейчас просто познает всю мощь корейской авиации звучит конечно смешно корейская авиация это как монгольская монгольское микропрограммирование или какое-нибудь синегальское и я не придумал что синегальское предложите в комментариях но своя версия у меня конечно будет сейчас это как синегальские нанотехнологии ну давайте вместе проведем это время хотите вам стих прочитаю ну сходу давайте значит придумаем конь стих об этой игре эпичная поэма собрал я танки воедино и дириж бомбелей купил сейчас узнает андетская скотина кто на этой карте победил придумайте свои четверостише описывающие эту игру отправляйте их в комментарии самый интересный на наш взгляд стих получит бесплатную подписку на на наш русский патреон напоминаю о том что вот я пока воспользуюсь этой задержкой да и не задержка задержкой воспользовался задержкой воспользовался олег кинковский с кристиной асмус да во время съемок вот а я воспользуюсь паузой в игре и напомню о том что на возрожденную рубрику можно поддерживать новыми способами мы придумали новую систему поощрения для всех наших на донатеров и лояльного комьюнити вы можете поддерживать ее через специальный сервис аналог патреона ссылка на котором будет в описании к ролику и на ваших экранах тоже периодически мелькает поддерживая спонсируя вы получаете один из уровней подписок их всего четыре сразу же автоматически в дискорде вы получаете особые роли и статусы что конечно должно поднять ваши чсв но самое главное что контент нашей рубрики будет доступен вам на неделю раньше остальных то есть вы будете видеть ролик не в конце недели а в начале недели для всех остальных он до субботы будет закрыт вот так мы решили благодарить дружная комьюнити варкрафта которая будет нам помогать и содействовать плюс ко всему имена всех поддержавших будут показаны в конце каждого ролика но у нас до легендарной атаки остается щитом и минуты экспорт не выходит не знаю почему он забыл может быть он выдрал кнопку q на своей клавиатуре и просто не можно нажать аль qq других причин почему почему x-lord еще в игре я не вижу но у него нет ни одного шанса у хумана я даже не знаю сколько золота нам наверно показывал аспирант но и в этот момент вам стихи читал скорее всего много сколько там уже 656 дирижаблей а колита конечно стоят по-прежнему строим держат строй 300 колитов но против шовбу против корейского ксеркса у них шансов нет это как у бабушки против японского ксерокса тоже такие же шансы день все видит 7 дирижбомбили то есть считайте сами танки в каждом по 2 и того 14 14 танков сейчас рухнут на андета там как бы ну что что сделает этот жалкий destroyer тут вертолеты уже обеспечивают маршрут военный прикрытие вертолетов все четко распланировал генерал шов бум это настоящий то есть это 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 истинный главнокомандующий исконный такой знаете которых который сейчас играет в пошаговую стратегию скорее чем в ртс он как в шахматах придумал рассчитывать все на каждые пять последующих минут какое производство дирижаблей сколько танков какое нужное количество какие огневые какая огневая поддержка от вертолетов я говорю расстреливай героев освобождая лимит вот тогда я бы плакал и молился на этого корейца до конца своих дней но он конечно это не решится ну потому что его скорее всего спонсор из команды выгонят за такое какие были шансы у андета да там сейчас уже полетят да вот он двинулся вижу двинулся летучий отряд через левую часть карты чтобы не перехватили на всякий случай от греха подальше какие были шанс ошибки у андета ну я считаю что слишком поздно он добавил катапульты а на каждом из экспантов должно было быть уже по 2 у него было время б очень как-то бездарно растерял свои кота во время атаки там реальных 22 на это и грифон атаковали можно было быть действительно там взять самому дирижабль можно было кидать новую там как-то от контролировать в конце концов каждой телеге привязать баб баб по одной бабки по две бабки чтобы они очинивали бабки ремонтницы ну а теперь мы смотрим натуральную танковую бомбардировку но это страшно конечно созерцать и базу андета сейчас сотрет с лица земли из как будто ее тут никогда и не было на этой карте был всего один игрок говорит шов был да здесь наверное на x лорда лучше было бы не смотреть о великолепный мув от немца он ставит экстра здание сможет ли 60 танков найти и уничтожить секретную базу андетов вот это интрига друзья мы все в предвкушении просветка и о боже он находит здание невероятно 4 околита без золота не смогли справиться с дамагом 8 танков и игра закончилась надеюсь она вам понравилась благодарю всех за внимание за то что составили нам компанию не забывайте лайкать это видео писать комментарии мы все комментарии читаем нам это очень нравится честно признаюсь так что будем рады теплым и не очень теплым любым словам критики всему чему угодно от вас в комментариях но мы увидимся с вами в следующем выпуске играйте варкрафт и всегда всегда держите катапульты под рукой